Всё, всё, всё в тему. Чтобы давно Ваню не видели. Сколько тебе осталось-то? Год прошёл уже? Да. Год и месяц. Осталось восемь. Немного. Совсем немного. Не год? Год уже прошёл. Весной, да? Марта, восьмого. Седьмое число, восьмое суббота и понедельник. Отдал в долг. Пока ещё отдаём. Помоги Бог, да. Умаешься ещё. Заходи, блять, ты всё, заходи, заходи. Ты там дружишь, наверное, с этими больными, да? Да. На удивление случай такой получился. На один раз меня попросили, у нас коллега заболела, меня попросили выйти на сутки. Один день на сутках поработал в палатах, меня все запомнили. Ещё вы. Говорят, ты не боишься? Городу не трогаешь? Нет. Какого-то харизма такая. Ну, подстригай, ты подстригай, конечно. Только на лысо не брейся, как Отец. Царю небесный, утешителю души истинный, и живи везде, Сын, и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю. Приди всеми селны, и очистены от всяких сверни, и спасти блажа души наша. Отец наш Небесный, с морем тебе и имя Господа нашего Иисуса Христа Спасителя, пребудь с нами, благослови наше собрание. Господи, научи нас быть достойными начальями и сынами Твоими, не только по названию, но поистине. И не выклони наши сердца от Твоих окравленных стоп, чтобы мы следовали по окравленным Твоим стопам всегда. И возвестили Слово Твое людям, не знающим истины Твоей погибающим. Тебе слава высылаем Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне, всегда и в веки, в веки. Аминь. Можно. Скорейку не притащили. Хорошо. Послание апостола Павла к римлянам, 12 глава, с 11 по 4 стих 14 главы. Так поступайте, зная время, что наступил уже час, пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Толкование. Вы должны весьма высоко ценить любовь, а через нее все прочие добродетели. Таково уже время. Близок день воскресенья, близок суд. И нам должно пробудиться от сна нерадения, быть готовым к делам достойного воскресенья. Вероятно, они вначале, по обращению в своем, были ревностнейшими, а потом, в течение времени, охладели. Поэтому говорит, теперь мы ближе к будущему веку, ибо его, разумеет, он спасением. Назвав его так, с лучшей его стороны, потому что для грешников он не спасение, но погибель. Приближаясь же к будущей жизни, мы должны усилить свое внимание. Это и показывает далее. 12 стих. 13 стих. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвернем дело тьмы и обличемся в оружие света. Толкование. То есть, ночь скоро кончится. Например, положим, что ночь состоит из 12 часов. Когда пройдет 10 часов, то говорим, что ночь кончается. Вместо прошла, близко к концу. Ночь называют настоящий век ночью. Потому что в нем многие находятся во тьме, и житие каждого покрыто тьмой. А днем именуют век будущий. Как по причине светлости праведных, так и потому, что тогда откроются тайны всех. Евангелие же днем называется настоящий век. Потому что во время его должно делать. А ночью именуется будущий век. Потому что тогда никто не может делать. Дается ссылка на Евангелие от Иоанна 9, 24 стих. Делами назвал греховные действия, как нечто трудное, сопряженное с великими неудобствами. Подверженное тысячами опасностей даже в нынешнем веке. А оружием света наименовал действия добродетельные. Ибо они поставляют имеющего их, как оружие безопасности. И делают светлым, как оружие света. Брат, я напомню, 9 глава это о слепорожденном. И ему задали вопрос ученики, кто согрешил он или родители его. Господь ему ответил про слепоту. Словами отвергнем и облечемся показал удобство того и другого. То есть и удаление от злых дел и обращение к добродетели. Как не трудно отложить одежду и облечься в другую, так возможно удалиться от порока и воспринять добродетель. Тринадцатый стих. Слание Криблина. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастью и распутству, ни ссорам и зависти. Толкование. Выше сказал, день приблизился, а теперь показывает, что он уже наступает и учит вести себя в нем благочинно. Благочинством привлекает тех, которые много уважали славу народную. И не сказал, ведите себя, но будем вести себя, делая свое увещание сносным. Ибо ничто так не безобразно, как грех, и ничто так не доставляет благообразия, как добродетель. Не пить запрещает, но пить без меры. Не употребление вина, но пьянство. Пирование называет состояние в пьяном виде, соединенное с обидами, что называется также бесчинием в пьяном состоянии. Сказав прежде о пьянстве, теперь говорит о происходящем от него зле, ибо распутство происходит от пьянства, и здесь отсекает не сообщение с женщинами, но блуд. Угасив зло, рождающееся от похоти, подавляет теперь и то зло, которое происходит от гнева, ибо ничто так не возжигает похоть, и не воспламеняет гнев, как пьянство и бесчиние в пьяном состоянии. От зависти происходит рвение или ссора, потому что завидующий другому доходит и до ссор. Посему-то, отъяв ссору, восходит и к началу ее зависти. Упоминает же о ссоре и зависти вместе с распустом, потому что от последнего происходят брани и превращение домов. Превращение домов? Ну, семья рушится. 14 стих. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти. В толкование. Завлекшись в нас одежду греховную, упрощает, наконец, нас, облекая нас уже не в оружие света, но что более может угасать, делая одеянием нашим самого Владыку. Кто облечен в эту одежду, тот имеет всякую добродетель. Не запрещает попечение о теле, но похоти. Заботься, говорит о теле, для здоровья, а не для непотребства. Ибо то было бы не попечение, когда бы ты возжег пламень и расплыл печь во вред себе. Старайся только о том, чтобы иметь тело здоровое, а что сверх того, о том не заботься. И не возжигай похоти тела, но все тщание обрати к духовному. Вова 14, первый стих. В немощного вере принимайте без споров о мнениях. Многие из уверовавших иудеев и после обращения наблюдали различия яств, воздерживались от свиного мяса и не дерзали совсем отстать от закона. Потом, чтобы не обличили их в том, что воздерживались от одного мяса свиного, воздерживались вообще от всякого мяса и питались растениями. Другие были более совершенные, не наблюдали ничего подобного и были укоряемы от наблюдаемых. Павел опасался, чтобы совершенные, обличая несовершенных неблаговременно и ненадлежащим образом, не отклонили их от веры Христовой. Поэтому мудро приступают к делу, заботясь о пользе и другой стороны. Он не отважился сказать укоряющим, вы худо делаете, дабы не утвердить несовершенных наблюдений ими обрядов. Но не отважился также сказать обличителям, вы хорошо делаете, чтобы не сделать их в нападках сильнейшими. Напротив, предлагают увещание, приспособленное к тем и другим. Его обличение направлено, казалось бы, более против сильнейшей стороны, но в самом деле вся сила оного падает на немощнейших. Ибо точность выражения цитата немощного показал болезнь таковых, когда же говорит, принимайте, то указывает нужду в великом попечении для них, что и есть признак крайней слабости их. Слова без споров о мнениях, то есть не осуждайте его за немощь, не соблазняйтесь, не смущайтесь многими помыслами, но всячески старайтесь уворачивать его как немощного. Второй стих. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Толкование. Делает сравнение между совершенным и несовершенным и говорит, что совершенный, дерзая по вере, безразлично питается всем, а несовершенный, как немощный, ест овощи. Поэтому последний заслуживает врачевания, а не поражения. Еще раз тот же стих упоминается. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Те, которые ели все, как совершенные, уничижали неидущих, как маловерных и привязанных еще к иудействию. С другой стороны, неидущие осуждали тех, которые ели все, как невоздержанных. Так как между этими многими были из язычников, то говорит, Бог принял его, то есть явил к нему свою неизреченную благодать. Что же ты споришь с ним о законе, когда Христос оправдал его? Вопрос. Четвертый стих, последний. Кто ты, осуждающий чужого раба? Вопрос. Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его? Силен? Да, конечно. Толкование. Это говорит к совершенному, отклоняя его как от уничижения, так и от осуждения, ибо совершенные дела, ибо совершенные дела то и другие. Еще вчитайся. И уничижали и осужденных, и уничижали и осуждали несовершенных. Тут на меня буква пропущена. Ибо совершенные дела я то и другое, и уничижали и осуждали совершенных. Впрочем, скрытным образом обличение падает здесь и на несовершенного. Не потому, говорит, запрещаю тебе судить, что повеление другого не заслуживает сюда, но потому, что он раб чужой, то есть не твой, но божий. Ибо хотя он и немощен, однако, не перестал быть рабом. Почему и не должен отчаиваться относительно его, ободряя же немощного, не сказал «падай», но, цитата, «стоит или падает». То или другое случится с ним, Господу принадлежит право судя, и о потере падающего, и о прибытке стоящего. Словом «будет восставлен», показывает, что он так колеблется, и до того дошел, что один Бог может восставить его. Это говорит о людях весьма безнадежных. Я хотел пример привести, чтобы нам понятнее было. Можно? В Индии в 1852 году началось восстание Сипая. Сипаи – это местные жители, которые живут в Индии. Из них делали отряды, ну, как полицейские, такие внутренние войска. И от чего все началось? Из-за чего все началось? Самое интересное. Почему они восстали? Их восстало несколько там тысяч. В 1852 году. И они там 4 года сделали это восстание. Англичане еле-еле подавили. От чего все началось? Новые ружья ввели. Эти ружья заряжались одним, как картаж называется. Такой патрон. Там и порох уже, и пыш, и пуля одновременно. Ее в ствол заталкиваешь, ее вот так забиваешь и все. А для того, чтобы туда запустить пулю, она отдельно должна пойти, потому что она по стволу должна катиться без бумаги, нужно было откусить. А бумага, которая эти, заворачивался порох, эта пуля, она была прожирена. Свиным жиром или говяжьим? А эти сипаи, вот эти местные населения, были мусульмане и индусы, которые вишну верят. Корову посыпают. Да, этим говядину нельзя, вишну которую употреблять вообще. А этим свинину нельзя. И они сказали, ну, промасляйте чем-то другим патроны. Они говорят, вы что, с дуба рухнули, это производство идет, ничего не будем промасливать. И они подняли восстание из-за этого жира говяжьего и свиного. Я к тому, что сейчас читалось у вас. Вы представьте, что, ну, даже вот нас можно представить, и кто-то сказал, да, все нормально, можете есть все, что хотите. Вот и свинью кушайте сколько хотите. Постом. Да, да, постом, постом, допустим. А мы уже привыкли, нет, нет, мы там пост не будем нарушать, и все. Ну, значит, вы немощные. Вот так решилось все. Вы немощные. Понимаете? Потому что теперь можно все. Вот есть его, завалитесь. А нельзя. И люди, которые даже не православные, они пошли на то и их убили. Почти было. Их, знаете, как казнили? Привязывали к пушкам. И, да, прям привязывали к этому. В дуло. В дуло спиной. И производили выстрел. Ну, так веревки послабже, чтобы улетел. И стреляли в море. Прямо собирали их семьи там, эти, откуда они были родом. И при всех. Это в Индии. В Индии, да. И запугали сильно, и индусы там все сдались на милость англичан. Это добрые английские, которые пришли на Украину показать, как правильно демократию строить. И они этим гордятся очень. Не, ну я к тому, что вот что происходило. А теперь давайте на те времена перенесемся, когда евреям нельзя было свинью есть однозначно. И вдруг находились их родичи, которые веровали во Христа. И они ели вместе с язычниками. Язычники доелись. Вот так. Это было очень тяжело. То есть можно было отказаться от Христа даже. Чтобы только не видеть это умопомрачение, как они считали своих братьев. Ну а сейчас вот у нас, допустим, знаете, как относится Игнать Тихонович к свинине. То есть если ты ешь мясо, то только чтоб не свинью. Хотя и мясо нельзя, по его выражению. Почему? А апостол Павел тут же пишет, говорит, не буду есть мясо и пить вина вовек. А бульон мясной можно? А? А бульон мясной можно? Бульон мясной можно, да. Да, я писька. Вот известная картина «Вельщадин». А капитан Немо еще там показывает. Да, да, капитан Немо показывает как раз то. Поддерживал этих сипаев. Ну я не к тому, не к сипаем, а вот к тому, что люди так бы промаслили как теми-нибудь воском или что, и ничего бы не было. Они бы так за англичаной воевали. И поэтому мы, чтобы не противостоять Христу, должны оказаться сильными, а не немощными. Поэтому, когда, допустим, кто-то ест из братьев при нас свинину, то мы его осудить не должны. Я вот свинину не ем. Поэтому... Но не по-политическому. Но не по-политическому, да. Ну во всем можно показать рассудительность. Аминь. О болящих сейчас таким раз вспомним. Значит, кто у нас болящий? Ну, Николай выписался из больницы дома, не знаю, как у них там дела. Лёва, скорее всего, уже уехал со своей семьей. Таина, она пребывает как бы в бодрости. Пребывает. Хорошо. Любовь Петровна. Любовь Петровна нет. Левтина Пантеляна нет. Ничего. Все так же. Все так же? Я была. Да. А брат младший у вас? Татьяна Александровичаевна. Он немножко у нас недомогает. Я знаю, известно, нет. Я с тобой устроился на работу. Ух ты. На птицефабрике. Он работает сейчас. Да. Работа, как я понял из его рассказа, довольно-таки тяжелая, трудная. И он вчера на работе был. Без механизма? Руками? Да. Да. На птичниках таскает. Он же на лето устроился, да? Да. Жаль, что не по-дно. И походу он вчера где-то то ли под солнцем, то ли в духоте отработался очень сильно. В общем, у него, как он рассказал, два раза из носа кровь шла. Он домой пришел, он такой вот вяный лезь был. Ну, это малознежно. Надо себя беречь. Головку поливать там холодненькой водичкой где-то. Да, и головную бортность. Да, и головную бортность. Скорее всего, не носит там кепку. Нет. Не носит, а? Ну, да, понятно. Скажи, я надо одевать. Конечно, тогда. Просто так. Помнишь там, голова моя, голова. Два раза в Библии это есть. И все, и ребенок умер. А потом его давай. А сестрица где ваша? Рабочая неделя у него, наверное, рабочая. Да, я вчера не заезжала. Как у тебя там с трудоустройством, с поступлением? У меня пока аккредитация идет. Получается, завтра у меня первый этап, а когда второй, я еще не известный. А тебе как там, зарплату будут платить? Нет, это я еще не устраивалась, не по делу. Аккредитация это, ну, своего рода подтверждение того, что ты можешь работать в медицинской сфере. То есть, тест первый этап нужно порешать, а второй этап это сдать манипуляции. И от качества того, как ты уговорил манипуляции, тебе уставляются тест на оценки. Ну, типа практический экзамен. Да. Дело в том, что сейчас вот дипломированный, ты не можешь нигде работать, так же врачи. Вот они закончили, да, есть диплом, но работать они пойти вот не могут. Они должны пройти аккредитацию. Там где-то два этапа, где-то три. У медсестер точно так же. Это вот ввели, по-моему, лет 5-6 назад. У нас все аккредитацию очень. Те, кто уже работал им там по льготному, по портфолио, а те, кто новенький, заканчивают медуниверситет и колледж, они проходят это достаточно сложно. Там очень много тестов. Там сдают и задачи, и практические навыки. И это как бы еще продолжение учебы. Вот тогда, помню, приезжал этот Михаил Фаусовал тоже. То есть все. И ты без этого просто не можешь прийти в отдел кадров. Они тебе скажут диплом аккредитации. Все. Поэтому это очень важно. Поэтому она сейчас в таком, вот я еще хотела сказать, в зависшем состоянии в России. То есть она диплом-то получила, стипендию получать перестала. А на работу, естественно, она устроиться еще не может. Вот у нее сейчас тянется аккредитация, которая в колледже, по медсестринскому делу. По операционному делу будет не то в октябре, не то в сентябре. Дат еще нет. То есть это еще будет. Сейчас она планирует устроиться пока обычной медсестрой, потому что жить на что-то надо. Если она вот с августа выйдет на обычную медсестру, зарплата будет у нее с 15 сентября. 30 августа аванс. Соответственно, ей на что-то нужно 2,5 месяца жить. Я к тому, что если у кого-то есть желание, намерение, она не скажет. Но если у вас есть желание, намерение, помогите ей вот эти 2 месяца материально как-то. у кого есть возможность хотя бы понемножку. Она промолчит и не скажет, что не надо. Это мы знаем, брат сам на минималке работает. У тебя к телефону привязано? Да. Спасибо. У меня Ваня и Несторка мне помогают. Они же работают. В основном мы покупаем продукты. Я им просто говорю, какие продукты купить, и они берут на свои деньги. За братом в младшем следе. Он, видите, такой непослушный. Он, наверное, заявление-то не подавал бы никому? А его еще и не призывали. У него нет еще повестки. У него отсрочка на год еще, да? Да. Нет, его в другом, что помнишь? По срокам. Были сроки. У него еще, получается, его не призвали даже на то, чтобы получить вот эту отсрочку. Нет. Я тебе скажу. Он заканчивает в следующем году, в июне. Соответственно, я тебе прям точные сроки говорю из венкомата. Он должен подать заявление январь, февраль, март. Если он туда явится с 1 апреля, ему уже на этот призыв не примут. Скажут поздно. Поэтому пусть он успевает. Прям в январе закончились каникулы и идет этим занимается. Не, а я ничего это... Я хотел вопрос задать. Он готов подтвердить, что он верующий, или он, как говорится, по барабану, он пойдет ему служить? Забирается? Собирается? Так же, такое же мнение, как ты, да? Потому что вот мой крестник, Тараси, он все, а не предварительно мама там что-то договаривалась, а он сейчас, видите, ушел, и покрасился там, ну, кто видел, да, гребень такой. Ну, короче, парень видно себе на уме. И ему, он не верующий, короче, он подтверждать не будет, что он там поверит. Да, никто и не поверит в таким внешним телом. Ну, там же надо приносить характеристику из прихода, от священника, что... А он мне сказал, что сам дядя Игорь понимает, что у меня никаких перспектив молодежных нет в такой жизни вашей. поэтому, да, я сначала типа разовьюсь как следует, встану, а там потом посмотрим. То есть вот, ну, как молодежная туристика в голове. Вообще ничего не понимает то, что мы говорили. То, что Христос, то, что мы говорили. Ну, одно такое упование на то, что спасения достаточно много, и должно зайти в нужное время. Господь, если он подписан ко спасению, Господь найдет его. и найдет способ вернуть в голову церкви. Помоги ему, Господи. Вообще, мы должны молиться и о Тарасе, и о Леониде, и всех, кто отошел. Ну, они вот, пока они живы, до тех пор мы должны их помнить, да и когда умрут тоже. Но надо помнить всех, кто отошел. Ну, потому что все мы не знаем, когда стоишь, как говорится. Стоишь, так бойся, чтобы не упасть. По-моему, что я не знаю, я не знаю, но работают, наверное. Кто-то знает, как Фауру сейчас? Они давно уже не общался, с ними недели две, наверное, не общался. Они поехали в деревню соседнюю, там вроде как у них там есть какой-то лагерь, где они будут работать. Он будет там массажистом, и она там вроде с ним тоже. Была такая, была вакансия открытая в медрегистратором поликлинике, там, в пристани. Но ее подставили такие условия, что она должна, день только отработала, и должна была уйти. То есть ее там надеть, там всякое, взмываясь. Уживаются. Такую захватывание в регистреторах, я знаю, какие там. Меньше, чем у техничек. Ну, так, пока вот такая ситуация. Потеряйте, сейчас крещение будет. Милитесь, а помаримся, чтобы Господь все... Погода хорошая, мир сделали. Сколько там человек? Было 30, больше 30, сейчас не знаю. Там 10 детей было, еще приехали дети. Я думаю, что около 40 человек. Не знаю, сколько, с Володей беседовал, он сказал, что все прошло, детей там, Наталья, у нее там четверо детей, один Андрюша, он такой, на занятиях у меня был. Ну, 10 лет. Нет, а взрослый, он вообще неверующий. Она его повезла, ну, потому что он помогал. Потому что там пятилетки, они как, они близнецы. Миша и Егора, вот такие вот так вот. Я их встретил и сразу говорю, сейчас вы будете трапезничать с нами за столом. Только вот кто-то ложку и начнет ковыряться, там что-то не хочу, и все, из-за стола пошел. Все, я вообще не беседую. Не хочешь есть, да пожалуйста, не ешь. Мне легче. Не посуду мыть, ничего. Ну, съели. Ну, один там что-то начал говорить, так, что это такое? Да и дай. Очень тяжело. Поэтому их, конечно, не крестят. Нет, Наталья сама крестится и вот этот Андрей, наверное, так я. А у меня, у меня один человек, Валерий Коробов, который, ну, которым я поручитель, ну, ему под 70 лет, он в Казахстане живет, и он уже 30 лет в храм ходит, то есть постоянно и участвует во всех занятиях и так далее. Интересно, я когда с ним беседовали по скайпу, и в этот момент у них землетрясение в Астане началось, ой, в Алмате, в Алматинске, Алматы. И я смотрю, и так все задвигалось, я говорю, у вас что там вон? Землетрясение? Я говорю, беги быстрее! Из дома. Ну, еще помним, да, о Валерии. Валерий как в воду канул, я спрашивал у Елены, она говорит, уже давно не выходила. И на Елену тоже не выходила. Ну, вы тут все слышали, я специально с ними разговаривал, и чтобы до конца все узнать, поэтому, ну, не выходил и не выходил, что теперь сделаешь? Вы видели, я ему сказал, я тебя вижу мертвым, убитым, разорванным снарядом. А он сказал, ну, все, уже поздно пить боржоми. Кошки отвалились. Ирина Рустинова, говорит, что на поддержке в сайте, на нашем чате, она просила молиться Никите, чтобы начальство расположилось, чтобы отпустили его в отпуск. Да, долго. Еще весной у него был срок на отпуск, уже полгода, но так и не будет. Да какие-то, там же сейчас наступление. У меня его на пасху. Ну, приходят в отпуск у меня, у коллеги взять, пришел, все по срокам, прям четко полгода прошло, ну, наверное, на передовой, поэтому, как бы, там считают, что если кто на передовой... Ну, у нас востребованный. Ну, у нас востребованный, передовой, а он не купил. Ну, тогда, конечно, Никита, это слава богу. Ну, который сработает, сработает, и не Никита. Никита, пускай он там, где есть. Так, еще, братья и сестры, я прошу помолиться о мне и о моей внучке. Мы будем путешествовать Барнаул, Санкт-Петербург, Тихвин, Санкт-Петербург, Москва, Барнаул. В рожденьке, да? С 11-го, нет, там у нас будет эсперанто-слет, эсперанто-слет, для введения ее в эту среду, чтобы она разговорный язык был, чтобы. Вот. Значит, с 11-го, 11-го мы улетаем и возвращаемся к 24-го. Спаси Христос. Мы говорим, ну, в Москве еще там встретимся с родственниками. Там еще, да, еще там встретимся с Николаем Астаковым, он обещал мне там дать литературу, чтобы мне там с родственниками их снабдить литературой. А где сам Ларита? В Тихине? Да, рядом с Тихиной, там, царица на озере. А сколько лет внучке вашей? Восемь. И Еве ее на полу? Таисия, Таисия. Ну, молитвенные же еще потом имя. Да, я напишу, конечно, еще на молитвные поддержки, чтобы вы надеялись там. Ну, и ко всем братьям и сестрам интернетного сообщества тоже прошу молиться о нас, путешествующих. За все. Поразу Таисия с дедушкой. Она все... Ты что меня держишь на привязи? Что ты меня не отпускаешь никуда? Вот только на моем... Вот чтобы я тебя видел, вот постоянно. Ну, я же... Я говорю, будешь... Вот если ты меня будешь устраивать в концерты... Моя игра слышала о ней, это и сея, и вот в живом характере. Это ртути. Кусочек ртути. Я надеюсь, что все-таки я смогу удержать ее в околосе. У которой... С декоративной... С вашей молитвенной помощью. Ну, и Левочку возьмите. С собой подлинь, ну, метров пять, уж не тридцать. Ну, у нас две сестры путешествующие. Алена, Ле-Лена, вернее, Ксения. Как Алена, значит, что-то... Как вернуться, не знаю еще точно. Потому что они на поезде туда выезжают. Да, там дорог нету, поэтому не разрешили ехать по машинам. Не разрешили. У Андрея антид опять. Так что, звоните за ним. Ну, я показал его врачу, там, начали ему лечение. До среды, в среду, во вторное осмотр. Это же ухо, да? Это же ухо, да. Так что он как-то не серьезно относится к своему здоровью. Что, какие-то страхи родится там. Молодой еще. Это как минимум глухота. А как максимум распаление головного мозга. Все там лежит или что? Так, что еще мы не обсудили? У кого есть какие? Списки на нет состоит надо 1253-литровый свежий мертв. Да, у Ле-Лена ведет список. Батюшка у него кто-то спросит. Просит договориться. Мы будем завершать это? Да. Да. Да, у Ле-Лена ведетесь от того истину. Господи, защити Родину нашу от нашественных племенников, от внутренних распри, от беззакония, которые встанет и остановит делающих зло. Просвети правительства наши, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, что божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, пусть покаятся в небрежении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведные суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое излеченностью Твоей Библии. Прости нас, Господи, Владыка Жизни, что сокрыли имя Твое Бога и Бога. Дух Святой, Ты наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а воочи, Господи, научи нас Тебе кратно в день прославлять Тебя за суды и правды Твоей. Тебе хвала, слава, чести, поклонения Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо Христу. Оставайтесь на занятиях, позанимаемся с полчаса. Слово Божье прям почитаем, у нас есть продолжение.